Работа кипит, кабинеты преображаются. Идет завершающий этап капитального ремонта Староградковской школы-интерната имени Фурагиной. Готовность объекта уже 70%. Завершены отделочные работы. Строители приступили к благоустройству участка. Делаем планировку участка, вывозим грунт лишний, завозим песок. Ну то есть практически начали. Отмостки у нас уже тоже гидроизоляции заканчиваем. Где-то 3-4 дня и приступаем к отмосткам. Подрядчик работает быстро. На стройке сегодня трудится 68 человек. На следующей неделе в школу планируют завести мебель, парты и доски. Это долгожданное событие для всех жителей поселка. Изменения они видят каждый день, проходя мимо. Вообще будет просто сенсация, потому что многие уходили из красного старого здания, придут совершенно новые стены, новые даже снаружи. У нас даже жители городка говорят, школу-интернат удлинили. Она была меньше. Школа стала больше за счет светлых тонов. Таких уютно будет и детям, и сотрудникам. В обновленном варианте добавили кабинеты для работы дефектолога и психолога. Комнаты просторные, созданы идеальные условия для занятий адаптивной физкультурой. Особенно нас радует современность, которая будет присутствовать в нашей школе, потому что здание наше очень старое. Оно, конечно, требовало капитального ремонта. Ну и, конечно, нашим детям необходимо, чтобы уроки преподавались со современными образовательными технологиями, чтобы у нас были и вся техника, и интерактивные доски, и соответствующие парты, стульчики для детей, потому что дети с ограниченными возможностями здоровья. Им это необходимо, наверное, даже в большей степени, чтобы поддерживать и интерес к урокам, и поддерживать их здоровье. Сколько еще по фасаду надо будет? Я думаю, что до конца следующей недели мы закончим. Очень-очень. Глава округа Андрей Иванов задает много вопросов строителям. Он внимательно осматривает и территорию школы, и здание внутри. Промахов быть не должно. Случаи особенные. У нас тут детишки особенные. Надо чуть больше дать и педагогам, и родителям возможности подготовить себя. Ну, чтобы не за пять дней, а давайте там, чтобы полноценных 15 дней было, и на уборку, на устройство, на расстановку мебели. Соответственно, обжиться надо. Когда работу закончат строители, выйдут учителя. Все они сейчас в отпуске. Педагогов ждет самая приятная забота – об устройстве своих кабинетов. А 1 сентября будет праздник не только по случаю Дня Знаний. Кардинальное изменение школы – это грандиозное событие для каждого жителя поселка Старый Городок. Алтына Румбаева, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.